Говорят, у природы нет плохой погоды. Однако с этим явно могли поспорить пассажиры задержанных недавно рейсов. Напомню, что в связи с беспроглядными туманами Кишиневский аэропорт был фактически парализован. Желтый код метеоопасности вынудил задержать, а то и вовсе отменить около 30 рейсов. Сегодня туман уже рассеялся, однако последствия и убытки только предстоит анализировать. Но обо всем по порядку. По стечению обстоятельств я оказался одним из пассажиров задержанного рейса и представлю вам ситуацию изнутри. Забронировав заранее билеты на 10 января на 22.30, я, как и остальные, планировал оказаться в Кишиневе в 0 часов 40 минут следующего дня. Однако, отдав багаж и пройдя регистрацию, пассажиры получили информацию о том, что рейс задерживается до 2 часов ночи. В перспективе длительного ожидания не обрадовался никто. Но ждать пришлось недолго. Спустя несколько минут после объявления к нам подошел сотрудник аэропорта и сообщил, что из-за сильных туманов практически все рейсы в Кишинев перенесены на неопределенное время. В связи с этим всем пассажирам было предложено поселиться в отеле аэропорта. Как узнал я позже, нашей группе очень повезло, так как некоторым пришлось ночевать в зале ожидания, не имея никакой информации. Нас же заселили в комфортабельный отель, где бесплатно предоставлялось питание и, что, как я думал на тот момент, самое важное, доступ к интернету. Оказалось, что второе удобство особой пользы принести не могло, так как информации о тумане и задержке рейсов на сайте молдавского аэропорта просто не было. Из-за огромного количества посетителей сайт не выдержал и не работал некоторое время. Оказавшись отрезанными от информации, нам оставалось ждать объявлений от самой авиакомпании. В 2 часа ночи сообщили, что туман в Молдове рассеется еще не скоро, и ждать придется по меньшей мере до полудня. В итоге нас отправили обратно на родину двумя группами. Одна должна была вылететь в 8 вечера, а вторая в 10. Однако первая прибыла в Кишинев только на полчаса раньше второй группы. Ее пассажиры сообщили, что их возили по аэропорту Шереметьево около часа, объясняя это тем, что не могут найти для них подходящего рейса. Особенно волнительной была посадка, так как туман плотно застилал все вокруг. Да так, что даже крыла самого самолета не было видно. Оказавшись на земле, пассажиры с облегчением вздохнули и отправились домой. Так обстояли дела со стороны пассажиров, пытавшихся попасть в Молдову. В общей сложности из-за тумана в аэропорту не могли приземлиться рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Франкфурта. Как сообщила Галина Тельпис, представитель молдавского аэропорта, 11 января вплоть до 7 вечера был принят только один самолет из Бухареста. В целом пассажиры отложенных рейсов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. В случае длительной задержки или отмены рейса авиакомпании обеспечивали бесплатное проживание в отеле. Густой туман затруднил не только воздушное движение, но и дорожное. Видимость на дорогах не превышала 200 метров. Погодные условия стали причиной нескольких серьезных аварий. И в связи с гололедицей на дорогах, управление чрезвычайных ситуаций и национальный инспекторат полиции призвали всех участников дорожного движения провить максимальную осторожность в эти дни.